Вильям Говард Тафт, Сан-Ценнати, штат Огайо, 8 марта 1930 года, Вашингтон, 27-й президент США, от республиканской партии, до избрания президентом занимал судебные и военные посты, близкий друг Теодора Рузвельта, который в 1908 году поддержал его как будущего преемника, президентство Тафта охарактеризовалось некоторым усилением роли государства в экономике. В 1912 году Рузвельт, отношения которого с Тафтом стали напряженными, попытался после перерыва вновь выставить свою кандидатуру, однако республиканская партия отклонила его амбиции и выдвинула Тафта на второй срок. Тогда-то Рузвельт создал собственную прогрессивную партию и баллотировался от нее. В результате такого распыления республиканского электората проиграли и Тафт, и Рузвельт, а президентом был избран демократ Вудро Вильсон. В 1921 году Тафт был избран главным судьей Верховного суда США, став единственным президентом, который занимал пост в этом суде. В начале 1930 года Тафт начал испытывать галлюцинации. 3 февраля он ушел в отставку за 33 дня до смерти, которая пришлась на один день со внезапной смертью члена Верховного суда США Эдварда Терри Сенфорда. Традиция обязывает членов Верховного суда присутствовать на похоронах своих коллег, что привело к логистическому кошмару, потребовав сначала поездки в Наксвилль на похороны Сенфорда, а затем в Вашингтон на похороны Тафта.